Организованный тур во Вьетнам, Камбоджу и Лаос с 30 ноября по 15 декабря 2018 года. Организатор – компания «Гелена Турс». Гиды – Гелена Песиков и Лев Шульман. Ресепшн в отеле. В качестве украшения – мраморная плита на заднем плане. Рядом небольшой алтарь. Сувениры. Нас уже ждут на завтрак. Наш отель. Рядом продажа свежеприготовленной быстрой еды. Караоке в этих местах – одно из популярнейших развлечений. Сегодня покидаем Сайгон и Вьетнам. И в конце дня приедем в столицу Камбоджи – Кномпень. А пока едем по центру Сайгона. Совет. Оперный театр Сайгона. Построен колонизаторами в 1898 году в силе Французской Третьей Республики. В 2012 году признан вьетнамским национальным достоянием. Еда на улице. Под трансформатором на колонне. Сайгон. 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 Ну, как сказать, мы-то... Его обычно такой петель лид. Обычно так делают, потому что в случае его надо маниться, тогда лишний раз не надо. Мы тут. Я пыталась выяснить, что же там такого. Он говорит, ну там ночная жизнь, самая интересная. Самая интересная ночная жизнь, бары, пабы, особенно когда хорошая коллась вся ночь. Знаете, мы себя в доме, чтобы прятать своих жарьков. Поэтому на лёде люди прячутся. Приехали в одно из мест на окраине Сайгона, где можно ознакомиться с туннелями Кучи. Эти туннели построены и использовались силами Вьетконга во время войны во Вьетнаме. Вьетконг, кто не помнит, Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама. Туннели служили в качестве путей снабжения, тайников с оружием и продовольствием, жилых помещений и госпиталей для многочисленных северо-вьетнамских боевиков. Туннели сыграли важную роль в окончательном поражении Южного Вьетнама в 1975 году. Туннели Кучи расположены приблизительно в 70 километрах к северо-западу от центра города Хошимин. Макет ловушки для американских солдат. Это было просто нарушение Женевской соглашения. Вот и все. Вот о чем надо говорить. Они от этих поли. Начинают всегда поздно. В арбинаре еще там беременность. За тысячи дней за ссор. Макет ловушек. Макет ловушек. Макет ловушек. Здесь размещалась мастерская для ремонта оружия. А здесь мастерская по ремонту одежды и обуви. Выход дыма из подземной кухни. Один из наших туристов отдает пионерский салют у бюста Хошимина. Макет ловушек. Приехали к воротам главного храма синкретической, то есть состоящей из различных вероучений, религии Као-Дай. Это недалеко от границы с Камбоджей. Религия Као-Дай была провозглашена в 1926 году. Изображение божества Као-Дай как Всевидящего Ока Существует мнение, что Као-Дай искусственно создана французской колониальной администрацией и спецслужбами, как религия, более лояльная колонизаторам, чем буддизм. В то же время Као-Дай более соответствовала местным традициям, чем католичество, миссионеры которого так и не смогли обратить большинство местных жителей. Као-Дай. Смирно. Као-Дай. Као-Дай. Смирно. Као-Дай. Субтитры делал DimaTorzok Название религии Као-Дай переводится как «Большой глаз». В алтаре храма Као-Дай – огромный шар с всевидящим оком, которое символизирует божество этой религии. Снимки, сделанные при посещении главного храма Као-Дай. Сейчас численность последователей Као-Дай в мире составляет, по разным данным, от 3 до 12 миллионов верующих. Кроме Вьетнама, Као-Дай распространен в Кабодже и среди вьетнамской диаспоры США, Канады, Франции, Англии, Германии, Австралии и Японии. Вид храма Као-Дай со стороны, противоположный главному входу. Здесь находится алтарная часть храма. Всевидящее око. Наиболее ревностные верующие снимают обувь на значительном удалении от входа в храм. В этой палатке сейчас происходит свадьба. Еще храм религии Као-Дай, как обычно, представляет собой копию главного храма, в котором мы были. Следний вьетнамский город. Есть ли ее на основе? Подъезжаем к границе с Камбоджей. Убранство камбоджийского автобуса, который нас встретил после пересечения границы. Мы будем ехать меньше 4 часов. Я этому не очень верю. Это не храм, а отель. Центр города. Лето, Студник, Аргурс, Сентябрь, Урожай. Туризм в следующем городе, куда мы проедем. Мид, Тританский. Потому что они... Королевская жандармерия камбоджийской провинции, по которой мы едем. В Вьетнаме вам Аня рассказывала... Камбоджийский храм окружен ступами, в которых находятся останки людей, заплативших за возможность быть похороненными около храма. Камбоджийские сувениры. Едем по мосту через реку Меконг. При разливах ее уровень поднимается на 5 метров, заливая все вокруг. Примерно ширина в этом месте. Проезжаем мимо плантации манго. В столицу Камбоджи, Пном Пень, въезжаем, когда уже стемнело. Пном Пень основан в 1372 году. Монахиней по имени Пень. Однажды она увидела плывущий по реке Меконг ствол дерева, в ветках которого застряли статуи Будды. Четыре бронзовые и одна каменная. Возможно, они были смыты паводком из одного из лавовских храмов. Рядом с домом Пень был насыпан холм по местному Пном и установлен алтарь с принесенными паводком статуями Будды. Позже на этом месте возник монастырь Ват Пном. Таким образом, Пном Пень по-кхмерски означает холм Матушки Пень. Пока что у них все импортное. Должен было бы говорить. Нет, не ярно. У вас шрезерный. Потому что довольно пристык. Принцентрагманс. Таланская, японская. Сложительной жизни 65 лет и выход на Пень. Министерство внутренних дел Камбоджи. Будка охраны в камбоджейском стиле. Здесь мы ужинали. Снимаю предметы, украшающие интерьер ресторана. Подъезжаем к памятнику независимости. Таланская, discomfort и почти. Субтитры создавал DimaTorzok